Нам, некоторым россиянам, очень некомфортно находиться в стране, которая развязывает войну. Когда мы ехали, мы чувствовали себя совсем чужими. Полиция приходит к активистам и просто к обычным людям, которые высказываются против войны, прессуют их, кому-то взламывают двери. Это очень-очень-очень страшно. Испытывают огромное чувство стыда за то, что мы граждане страны, которая развязала войну, и мы знаем, что это именно Россия начала эту войну. То есть вы здесь искали безопасность? Меня зовут Юля Кулешова, я из Петербурга, это моя дочка Юнона. Я занимаюсь ходьбой, поэтому каждое утро или день я хожу, большие расстояния. И так пытаюсь как-то почувствовать местную обстановку, ходя. И мне очень нравится рельеф города, что он такой гористый, и можно иногда кто-то увидеть, например, от памятника Ленина, увидеть часть города. А почему выбрали уж просто? Вам кто-то порекомендовал, ваши друзья или кто-то? В России сейчас происходят очень тяжелые политические события, и поэтому огромное количество россиян сейчас разъезжается по разным странам. Россия совершила агрессивное вторжение на Украину, и большая часть людей, которые не согласны с этим, пытаются выехать из страны, потому что у нас есть информация, ну, конечно, все это слухи о том, что страну могут закрыть, о том, что ведут военное положение. Но в целом нам, некоторым россиянам, очень некомфортно находиться в стране, которая развязывает войну сейчас. Поэтому мы уезжаем, и мне было всегда интересно побывать в этом регионе, Центральная Азия, Средняя Азия. Я себя чувствую очень комфортно в странах бывшего СССР, потому что многие говорят по-русски, у нас много общего, какой-то культурный контекст, поэтому мы и так хотели бы путешествовать по Кыргызстану, Казахстану, Узбекистану, и вот, к сожалению, такая грустная причина стала поводом. Ну, в основном сейчас многие россияне едут в Грузию, в Турцию, в Армению, но часть россиян едут именно что в Кыргызстан, потому что, например, из Москвы и Санкт-Петербурга есть прямые билеты в ООЖ, поэтому я знаю, что сейчас в ООЖ находится около сотни россиян, которые вот за последние несколько дней экстренно переехали сюда. К нашей большой удаче с дочкой. Нас здесь встретила местная подруга-подруг Назгуль Челек, помогла нам понять, как вообще жить в Кыргызстане, что происходит, вела нас в местный контекст, и это вообще бесценно, потому что, когда мы ехали, мы чувствовали себя совсем чужими, мы очень мало знаем про страну, и вот благодаря тому, что через какие-то связи знакомые знакомых-знакомых-знакомых дали контакты, мы почувствовали себя гораздо лучше. Опять же вернемся к тому, что Питер — культурная столица, и там люди культурные. А сейчас там какая ситуация? Там все еще так же? Ну, сейчас ситуация такая, что часть петербуржцев не согласна с политикой нашего правительства, которая сейчас развязала войну, и мы, мои друзья и другие люди выходили на митинги, но в России крайне ограничена сейчас свобода слова, поэтому мы выходили на митинги к гостинам и двору, и огромное количество людей задержали. Задержание проходит очень жестко, я не знаю, насколько в Кыргызстане схожая культура задержаний, и есть ли они вообще, но у нас, к сожалению, в последние несколько дней закрылось огромное количество независимых медиа, точнее, их закрыли насильно. Людей преследуют из-за их высказываний как в социальных сетях, так и на улицах, поэтому многим из нас сейчас находиться в Петербурге очень некомфортно, потому что в последние несколько дней в моем городе, Петербурге, которая считается культурной столицей, прошло около 80 обысков, то есть полиция приходит к активистам и просто к обычным людям, которые высказываются против войны, прессуют их, кому-то взламывают двери. Это очень-очень-очень страшно. Путин тоже уроженец Петербурга, да? Насколько я знаю. Как к нему относятся питерцы? Как относится молодое поколение, как относится старшее поколение к нему? Я думаю, что нет консолидированного мнения, то есть мнения очень сильно разделяются. Есть много людей по данным исследования, которое проводил Максим Кац с каким-то социологическим бюро недавно. Около 35% не поддерживают агрессивную политику России на Украине. Я думаю, что примерно такая же статистика сохраняется и в Петербурге. Я не могу здесь разделить на молодых и старших людей, потому что все-таки это делится не по возрасту, а по политическим взглядам. Но я думаю, что если бы задержания на митингах не проходили бы так ужасно, то выходило бы гораздо больше людей. Но это просто физически страшно. Но дело в том, что политика нашего правительства еще предполагает такой прессинг со всех сторон. И если люди работают в государственных учреждениях, они могут быть уволены за высказывание своей позиции или студентов отчисляют из университетов за выходы на митинги. Это абсолютно непозволительно, но это то, что происходит сейчас в Петербурге, Москве и других городах. Сейчас, как мы знаем, отношение к России и других стран изменилось, да? А отношение к россиянам такое же? Ну, к огромному сожалению. Так как наши друзья сейчас разъезжаются в панике по всему миру, мы узнаем, что и к россиянам тоже начинают относиться хуже. Я думаю, что это связано с тем, что россиян априори ассоциируют с какими-то агрессивными захватчиками. И нам безумно важно доносить, что Россия не равно правительству, Россия не равно Путин, что, к сожалению, долгие последние годы мы являемся такими же заложниками нашего правительства, как сейчас Украина. И что мы выходили на митинги не только сейчас, но долгие годы. И мы долгие годы пытались изменить что-то в внутренней и внешней политике. Но, к сожалению, это очень сложно и очень опасно. И правительство постоянно развязывает какие-то преследования активистов и создает новые законы. Не знаю, знаете ли вы, но несколько дней назад у нас вышел закон о фейках, который называется, о том, что человек может быть задержан до 15 лет за распространение неких фейков, но, как часто бывает с российскими законами, этот закон описан очень пространно, и никто не понимает, что это такое. И очевидно, что под этот закон правительство может засчитать вообще все, что идет вразрез с их представлением о том, что происходит. И у нас абсолютно абсурдные вещи тоже случаются, что правительство запрещает произносить лозунг «нет войне». Казалось бы, это то, чему нас учили взрослые с детства, что не должно быть войны, война — это плохо. Но сейчас, выйдя с плакатиком А4 «нет войне», можно самые плачевные последствия для себя и своей семьи получить. И мы просто шокированы с тем, что правительство делает с Россией. Я была в Армении, в Азербайджане, в Грузии, если говорить о странах СНГ, в Украине, в Белоруссии. Вот ближайшие страны с Кыргызстаном, Узбекистан, Таджикистан, мы все похожи, да? Да-да-да. И Россия к нам относится, как сказать, как к вассалам, да? Как вы думаете, как следует России дружить с центрально-азиатскими странами? Ну, мы, конечно же, знаем, что из центрально-азиатских стран приезжает очень много тотовых мигрантов. И, на мой взгляд, Россия неправильно строит свою политику по отношению к ним. Я бывала и в других странах. Например, мы жили в Германии. И я как мигрантка уже, в свою очередь, в Германии. Да, вот малышка тоже там была. Мы на себе испытали очень хорошие отношения. Например, мы могли на равных правах попадать в детские садики. С нами очень уважительно общались, несмотря на то, что мы только учили немецкий язык. И не могли, да, полноценно как-то высказываться. Нам были предложены всевозможные курсы немецкого языка, бесплатные. А также курсы по адаптации, когда мы могли узнать, как устроена Германия. И мы не чувствовали к себе враждебности. То есть была выстроена инфраструктура по адаптации. И мне бы безумно хотелось, чтобы Россия тоже выстраивала такую инфраструктуру, а не просто игнорировала трудовых мигрантов. Потому что когда правительство игнорирует какое-то огромное количество населения, то формируется сильное напряжение. Потому что местное население коренное начинает злиться на то, что вот к нам кто-то приехал, они там не говорят по языку и так далее. Но у людей очень мало возможностей. То есть ничего не понятно, как сориентироваться, где выучить русский язык. И у нас в Петербурге есть замечательная организация, называется Дети Петербурга, которая помогает трудовым мигрантам и их детям адаптироваться в нашем городе. Но, к сожалению, это маленькая организация, которая живет на пожертвовании. И мне бы хотелось, чтобы это делали не коммерческие, не государственные организации, чтобы это было частью нашей политики. И мы, как местные петербуржцы, стараемся вести себя уважительно по отношению к людям, которые приезжают из других стран, и ни в коем случае не допускать какого-то вот такого пренебрежительного отношения, что ой, мы местные, это трудовые мигранты. Я считаю, что это невежливо и неправильно. То есть вы здесь искали безопасность или как? Да, мы искали безопасность, потому что у меня маленький ребенок, и она тоже в последние дни вместе с нами переживала, видела, как мы плачем из-за войны в Украине. Когда я об этом говорю, мне на самом деле сложно сдержать слезы, потому что многие из моего окружения испытывают огромное чувство стыда за то, что мы граждане страны, которая развязала войну. И мы знаем, что это именно Россия начала эту войну, несмотря на то, что российская пропаганда говорит о том, что мы едем в Украину спасать людей. У нас очень много друзей в Украине, и сейчас очень сложно утаить иголку в стоге сена о том, что наши друзья сейчас сидят в бомбоубежищах, в бомбежках. Например, моя близкая подруга в это время была в Киеве, и когда она прислала мне фотографии ее детей, которые сидят в подвалах, это, например, друзья моей дочки, которые много с ней играли и дружили, я чувствую себя просто ужасно, мне хочется много плакать, бежать на улице, кричать о том, что это недопустимо. И мы сделали, что могли в этот период, когда разворачивалась война, то есть выходили на улицы, клеили какие-то стикеры, пытались формировать общественное мнение. Я их придумала. Да, и вот малышка тоже хочет сказать, что она тоже рисовала и придумывала эти стикеры, тоже участвовала. Мы в какой-то момент просто не выдержали этого напряжения от страха, потому что мы узнали, что полиция планирует огромное количество обысков, и мы уехали, и действительно на следующий день развернулись вот эти обыски с взламыванием дверей, и как родительница я чувствую себя ответственной тоже перед своим ребенком, чтобы она находилась в безопасности, поэтому в Кыргызстан мы приехали, чтобы почувствовать себя лучше, да, и быть в состоянии как-то поддерживать своих украинских друзей на расстоянии, потому что в России мы испытываем такой колоссальный стресс, что это делать стало невозможным. И действительно, спасибо местным людям, мы чувствуем себя здесь в безопасности, и к нам очень хорошо относятся, я не замечаю никаких косых взглядов или вопросов. Я знаю, что в других странах, куда россияне уже уехали, иногда им дают неприятные комментарии о том, что вы оккупанты, захватчики, но мне очень важно говорить о том, что огромное количество россиян не поддерживает текущую политику. Какие у вас дальнейшие планы, что вы собираетесь делать? Мы хотим остаться или в Оше, или в Бишкеке на ближайший месяц и быть волонтерами в поддержку беженцев, которые уезжают из Украины, потому что можно делать какие-то координационные действия онлайн, и если война закончится, то мы будем думать, что делать дальше, но пока мы даже не видим для себя возможно вернуться, настолько нам стыдно, страшно и страшно за своих детей, за себя и просто за нашу страну, потому что мы абсолютно не согласны и у нас нет возможности это несогласие выразить в политическом смысле. То есть очень многие люди уезжают, потому что они не могут выразиться. Скоро должен приехать папа. Да, еще мы очень ждем нашего папу. Он еще не приехал. А, он остался там? Он остался, да, он тоже был на митинге 6 марта, у нас был огромный митинг, и вот сегодня он должен приехать. Мы надеемся, в России сегодня отменяют аэрофлот, все рейсы, победы отменяют все рейсы, потому что в том числе пытаются задержать граждан в России, потому что за последние дни только в Грузию уехало 25 тысяч россиян. Мы не знаем других цифр, это цифры, которые только что дало правительство Грузии. Уезжают очень интересные люди, которые занимаются искусством, которые занимаются предпринимательством. Мы не представляем, что будет дальше. Просто не знаем.